Там в ДАИ виднеется Тартен, скрыт туманом, облаками. Контур просматривается. Вершина, в которой шла группа Дятлова, к сожалению, не сумели дойти. Так, наше покорение Халачахли закончено. Начинаем спуск. Мы начали по полям спускаться чуть-чуть не там, и более интересная местечка. Здесь вполне влезет человек, может открыться. Спуск требует повышенной осторожности. Я всегда считал, что спускаться на самом деле сложнее, ну по крайней мере опаснее, чем подниматься. Особенно на крутых участках, где споткнувшись, можно кувырком лететь довольно далеко вниз. Здесь пока еще достаточно ровно все относительно. Вот впереди уже начинается более крутой склон. Пристоит потихоньку, шаг за шагом преодолеть его уже в обратном направлении. Отсюда довольно красивый вид на перевал Дятлова. Наверное, сложно представить себе, что в таком замечательном месте погибла группа туристов неведомой страшной смерти. Шаг за шагом мы продвигаемся вниз. Остается уже недолго. Спуск почти окончен. Удовольствие без приключений набраться до своих вещей. Теперь можно присоединиться к команде. Большинство из них уже спустились. Вместо тем, как мы видим, наша команда любого станка самодракана смогла установить растяжки, имитацию палатки. Как в успехе? Имитация сделана, да? Самое интересное, что уже много подобных сборок было, и все предположительно, предположительно, не точно. Существует несколько, но это, разве говоря, самое точное. Очень интересный такой момент. Сильно или принципиально? Ну, допустим, там плюс-минус 5 метров, если... Очень принципиально. Поскольку рядом тут? Ну, тут, мне кажется, они вряд ли, вряд ли спитали бы. Даже если бы пошла, она бы имела удар боковой, и ребра вроде как бы не пострадали. А если палатка стояла под обрывом, внизу, то есть вот где Дима стоит, там, в принципе, могло давление сверху быть. Но палатка, как я помню, у малыша, который со стороны горы, он стоит, его бы точно снесло. Или это поставили его, вот я это не пойму. Мне кажется, он стоял. Лавина, лавина, она ведь не обязательно такая, штужок им огромным фронтом. Вот она вот прошла, пошла такой вот языком, прошла по этому месту, а эту штучку оставила. Тем более, она могла отпружинить. Если эти шелковые были растяжки, она могла принять. Ну, лавина здесь, я так думаю. Не очень вероятно. Да. Лавина, а снежный башка? Ну, может быть, шанс есть, но не сильно вероятно. И много ли снега пойдет? Тем не менее, предположение, получается, строится, ну, не в последнюю очередь, на предположении, что могла быть лавина. Это отметка, столбик. Здесь были найдены кольца от палатки. Вторая отметка, второй столбик подальше. Здесь была найдена также интересная вещь, подсвечник группы дятлова. И вот еще раз общий вид. Как положительно могла стоять палатка. Как они сюда влазили все. Как бы палатка достаточно негабаритная. Как-то даже, ну, удивительно. Ну, я так полагаю, это как бы, ну, это настоящая габарита примерной палатки, да? Да. Вот 9 человек туда разместить. Ширина, это рубль восемь и два метра. Вот мы взяли два. Вот. 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 вот, вот,ве..